Волгоградский регион Волгоградцы не перестают совершенствоваться, в том числе посещают мастер-классы титулованных чемпионов. Только этим летом их было два. В Волгоград приезжали Анастасия Максимова и Арина и Дина Аверины. Волгоградский регион Мы уже давным-давно задумывались над этим, но у нас появились родители инициативные, которые нашли гимнастку, олимпийскую чемпионку Анастасию Максимову. И таким образом созрела идея пригласить ее к нам на сборы. Дети, безусловно, очень рады, потому что Анастасия приехала к нам в зал. А вообще для Волгограда это большая редкость, когда приезжают олимпийские чемпионы, и возможность прикоснуться и потренироваться с олимпийскими чемпионами – это для детей огромное счастье. Художественная гимнастика появилась сравнительно недавно – в 1914 году благодаря мэтрам балета Мариинского театра. В 1954 году мастера спорта по художественной гимнастике начали выезжать за пределы СССР. И тогда Международная федерация гимнастики признала ее видом спорта. К настоящему времени этот красивый и очень сложный вид спорта претерпел некоторые изменения, которые отмечают гимнастки как индивидуальных, так и групповых упражнений. Гимнастика не стоит на месте, как говорится, идет только вперед. И, наверное, показатель этому была Олимпиада в Токио, где у гимнасток и у групповых, в групповой дисциплине и в личной программе была запредельная сложность. Максимальная, кто сколько мог, тот столько и дел, сколько мог уместить в 2.30 и в 1.30 минуты. Правила сильно поменялись даже с учетом того Олимпийского цикла. Мы там делали больше бросков, больше ловлей и больше работы предметом. А этот новый Олимпийский цикл убрали почти полностью предмет, ограничили. То есть максимум мы делаем 20 эмок и 5 рисков. Бросков почти нет и сейчас делаем элементы. Унитарные элементы, это на одной ноге надо соединять два элемента, таких может быть максимум три по упражнению. И немного сложнее стало, потому что до этого не было элементов, сейчас они добавились, а там были броски, сейчас броски ушли. Чемпионки провели мастер-классы у совсем юных волгоградских гимнасток и постарались включить в свою программу упражнения, которые помогли им узнать что-то новое и закрепить уже известные базовые элементы. Да, мы проводим сейчас сборы интенсив. Конечно, специфика группового упражнения и личного упражнения, она разная. Но в основном для таких маленьких деток, как на этих сборах, мы преподаем им все вместе. И групповое, и личное. Что-то делаем из личного, что-то делаем из группового. В основном какие-то базовые элементы, разминки, хореографии по предмету, самую базу даем. Так как детки еще совсем маленькие, и поэтому постарались это все совместить. Групповые тренировки – это всегда работа на себя. Только от самой гимнастки зависит, сможет ли она вынести из мастер-класса максимально полезную информацию. Когда индивидуально с тобой тренер наедине, тренируется, конечно, от этого результата больше, потому что он уделяет практически все внимание только тебе, нежели там, если ты в группе. Ну, в группе там уже больше, ты должна сама стараться, ну, чисто для себя. Даже когда тренер не смотрит, ты все равно должна продолжать делать и стараться. Для успешной карьеры в спорте огромное значение имеет тренер. И Максимову, и Авериных тренирует Ирина Вина-Русманова – советский и российский тренер по художественной гимнастике. В тандеме с ней многие подопечные добились больших успехов. Я не могу сказать, что у каждой из гимнасток, да, есть такие известные тандемы, это как Штельбаумс и Канаева или Кабаева, всему известный пример, и Ирина Александровна Вина-Русманова – это просто, ну, величайший пример, куда гимнастика просто улетела вперед. Ну, и много в России, да, есть таких примеров. Но это, наверное, в основном единицы, да, которые вот так складываются в тандеме. Поэтому я считаю, что гимнасткам не нужно искать своего тренера, пока в поиске какого-либо тренера ты упускаешь различные возможности тренировки и выступления. Бывает и такое, что мастер-классы становятся для юных гимнасток шансом показать себя. Именно там их могут заметить и пригласить заниматься. Тем более уровень в волгоградских спортсменах чемпионки очень высоко оценили. Уровень очень высокий, я не ожидала. Очень много хороших гимнасток даже к нам сегодня пришли на мастер-класс. Потому что один элемент, который Ариша показывала на мастер-классах, там, в Томске, в Пензе, никто не смог повторить. А здесь три девочки точно смогли сделать. За титулами и успехами каждой гимнастке стоят годы усердных тренировок. Далеко не каждый готов к таким моральным и физическим нагрузкам. Но есть то, что, несмотря на все сложности, удерживает девочек на этом пути. Прежде всего, у спортсмена должна быть цель. Наверное, без цели спортсмена очень трудно удержать. И пусть даже маленького. У маленьких деток это, может быть, тоже разные мотивирующие факторы. Сначала медаль, игрушка. Я не знаю, мороженое. Или поездка к бабушке. Думаю, что нужно обязательно замотивировать ребенка, рассказать и показать, какие есть гимнастки. Что в нашей стране необъятно их очень много. И показать те, которые сейчас, и те, которые были до. Олимпийские, неолимпийские чемпионы мира и Европы. На них на всех интересно смотреть. И если, конечно, ребенок загорелся, то всячески ему сопутствовать и помогать. Очень красивая взрослая гимнастика. То есть это более женственная? Пластичная. А дети, они сначала выступают для себя. Им это нравится. А потом самый сложный момент у них происходит, когда они переходят уже на взрослый. Или даже средний. Они не знают, либо им идти учиться, либо оставаться в спорте и выступать дальше. И на самом деле в этом моменте должны помочь и тренеры, и родители. И поддержать любое решение гимнастки. Главное, чтобы, если ей нравится, и в удовольствие она тренируется и выступает, то пускай продолжает, несмотря на какие-то, может быть, проблемы. А если человек не хочет, то, конечно же, лучше уже идти учиться и не заставлять. Теперь давайте поговорим немножечко о вашем личном опыте. Я, когда готовилась к интервью, читала, что вы не смотрите выступления друг друга. Почему так? Перестали смотреть с 16-го года. Ну, раньше смотрели, а потом как-то вот в один момент на соревнованиях в Германии я выступала, а Дина очень сильно нервничала. И мы решили, что ладно, мы давай не будем смотреть друг на друга, потому что и так нервничаем мы сами, когда выступаем, еще и тебя выводить, и смотреть тяжело на самом деле. Сестры Аверины начали заниматься гимнастикой в 4 года. Упорные тренировки дали свои плоды, и в 2021 году они попали на Олимпиаду. Там Дина стала второй, а Арина четвертой. Девочки не получили золота, но зато приобрели огромную поддержку со стороны россиян, которая не утихает до сих пор. Поддерживают, говорят, что пожалуйста, не бросайте, не заканчивайте. Мы хотим еще наблюдать за вами на ковре, и очень ждут нас на ковре, когда вот мы выходим выступать, и они прям радуются. Нам приятно. И такая поддержка не случайна. Выступления Дины и Арины завораживают зрителей. Вот что они говорят о своих любимых выступлениях. Если брать упражнения, например, этого сезона, то мне очень нравится лента. Если брать предыдущие сезоны, там мне нравится, например, мяч под петрушку одеяла, либо обруч черный лебедь. Ну, многое на самом деле за всю мою спортивную карьеру мне нравились упражнения. Да, ну, также у меня, если этого сезона брать, самое любимое – это лента, потом обруч, и вот сейчас новый мяч. Мы поменяли на сборах в Сочи. Теперь он мне тоже очень нравится. На мастер-класс к Аверинам приехали гимнастки не только из Волгограда, но и из Астрахани, Саратова и даже Лондона. Они с нетерпением ждали встречи со своими кумирами и остались в восторге. Я приехала из Лондона. Мои любимые гимнастки – это Дина и Арина Аверины, и как я мечтала их увидеть. И потом папа говорит, у меня сегодня будет сюрприз, и я угадал сюрприз. И потом я была просто в восторге. Мои родители устраивают этот мастер-класс, и я рада, что была возможность такая. Я рада, что такие опытные гимнастки приезжают, чтобы нас научить чему-то новому. Впереди у юных волгоградских спортсменок сложный путь. Но такие кумиры, как Анастасия Максимова, Арина и Дина Аверины, мотивируют их продолжать заниматься и помогают не терять веру в то, что при желании каждый может достичь любых вершин.